Так встречают тех, кто прибыл в Самару на поезде из Москвы. Приезжие проходят через отдельный тоннель и должны заполнить анкету со своими контактными данными. А также указать, куда они приехали – домой или к родственникам. Эта информация нужна для медиков, которые сейчас борются с пандемией коронавируса. Все, кто приезжают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после поездки должны уйти на двухнедельный карантин. Такие меры введены по поручению губернатора Самарской области не только в железнодорожном вокзале, но и в аэропортах и автовокзалах. Из столицы с дочерью вернулся и Умиджан Махмудов. В столичной больнице они провели больше месяца. Говорят, никуда не выходили, но все равно теперь придется соблюдать карантин. Мы на операцию возили по челюстной лицевой хирургии и попали в карантин. Там закрыто, в палаты не выходили. Там и две операции прошло. Такие меры на Самарском железнодорожном вокзале введены с 21 апреля. Анкеты собирают студенты-добровольцы. В каждой смене работают пять человек. Это нужно для того, чтобы быстрее выйти из сложившейся ситуации, чтобы побыстрее уже и закончился режим самоизоляции, чтобы люди могли спокойно выходить на улицу, работать, гулять. На железнодорожном вокзале принимают и другие меры для того, чтобы избежать распространения инфекции. Все сотрудники вокзала регулярно снабжаются необходимыми средствами защиты. Часть работников переведена на удаленку. Перила, кассовые прилавки, сидения дезинфицируются каждый час. Установлены станции с антисептиком. В местах, где могут скапливаться пассажиры, нанесена разметка для того, чтобы они могли соблюдать социальную дистанцию. Также подготовлен временный изолятор для пассажиров с подозрением на COVID-19. В связи с тем, что работа вокзального комплекса осуществляется в условиях неблагоприятной идеологической обстановки, у нас на вокзале продолжаются мероприятия, которые направлены на исключение распространения коронавирусной инфекции, исключение заражения пассажиров. В таком режиме вокзал будет работать до тех пор, пока не изменится эпидемиологическая ситуация. Меры необходимы. Только из Москвы в Самару каждый день приезжают около ста человек. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.